Всем привет! Меня зовут Василюк Василий. Сейчас будет слайд немного о себе. Я старший разработчик в команде образовательной платформы Тинькофф. У Гошки я в целом более пяти лет уже в коммерческой разработке. Интеграционные тесты я уже пишу больше трех лет. Люблю DDD и практикую его на Go. Иногда что-то довыкладываю в open source. В том числе пример кода с интеграционными тестами к этой презентации тоже есть на гитхабе. Ссылочка будет в конце. О чем в целом выступление? Сегодня я буду рассказывать о том, как можно запустить интеграционное тестирование Гошного кода с базой данных. На примере в связке с Postgres, какие кубики для этого нам понадобятся, какие проблемы мы встретим по ходу, как можно ускорить такие тесты, как поделить юнит и интеграционные тесты, и как почистить базу данных от мусора. Окей, и для начала нам нужна база данных. База данных нам нужна не простая, а золотая, а точнее на машине разработчика. На внешних стендах ее лучше не использовать, потому что это привнесет все проблемы, связанные с параллельным запуском тестов разработчиками. И в том числе сейчас довольно-таки много команд работают удаленно, и если база данных будет на стенде, а не на машине разработчика, то при отсутствии интернета или VPN-а тесты будут неработоспособными, поэтому лучше сразу заботиться запуском ее на машине разработчика. Первый вариант, как можно ее поставить на машину разработчиков, это поставить из пакетов. В данном случае это скриншот инструкции для Ubuntu, в него можно особо не вглядываться. Здесь основной смысл, что так можно сделать, но этот подход плохо шарится на команду, потому что мы не управляем, какую версию Postgres мы ставим на машину разработчика, какая из пакетов прилетела, такая она там и есть. Второй момент, очень сложно подкладывать конфиги, если нам специфические настройки нужны для тестового окружения. Их будет неудобно подкладывать, это, скорее всего, будет ручной труд команды, поэтому переходим к следующему варианту. Это довольно-таки популярный вариант, это Docker. В данном случае Docker CLI. Здесь мы уже можем указать нужную нам версию Postgres, спокойно подставить конфиги, любые через 연ф или через монтирование каталогов. И, положив скрипт какой-нибудь или make-файл, можно закоммитить репозиторий и пошарить на всю команду. Это, в принципе, будет работать. Еще один вариант, это TestContainers. Есть такой популярный проект на многих языках, и GOSH тоже не обошел стороной. Он позволяет запускать Docker-контейнеры из кода. Это довольно-таки удобный инструмент, в котором мы тоже можем управлять довольно-таки гибко тестовым окружением. При этом, естественно, нам придется написать весь этот код и поддерживать. Здесь есть некоторые нюансы. Например, если мы запускаем Postgres контейнер на каждый тест изолированный, это будет довольно-таки долго происходить, порядка 10 секунд на каждый запуск, потому что в Postgres по умолчанию есть предварительные инициализации, которые на старте контейнера проходят. И весь этот оверхэд, естественно, придет в наши тесты, потому что мы запускаем это окружение прямо из кода. И второй момент. Вы можете неожиданно оттнуться в вашем корпоративном CI, что количество контейнеров ограничено для запуска. И при этом GOSH параллельно запускает некоторые тесты в разных пакетах. И если таких пакетов будет много, или вы тесты будете еще дополнительно запускать параллельно, вы этот лимит можете упереться, и на этом начнутся проблемы. Поэтому переходим к следующему варианту. Это уже Docker Compose. Здесь мы можем декларативно в YAML-файлике описать все нужное нам окружение, ремонтировать нужные конфиги, закоммитить его в репозиторий и пошарить на всю команду. Это, в принципе, удобно на практике. Также можно в Docker Compose сразу добавить и миграции. При этом мы можем с помощью HealthCheck проверить, что база данных полностью инициализирована. Наши миграции дождутся этой инициализации и выполнятся. При этом не будет проблем с тем, что мы пытаемся накатить миграции или выполнить тесты на не до конца инициализированной базе. И так как мы запускаем это через внешний инструмент Docker Compose, мы весь overhead на запуск именно окружения убираем из прогона тестов. Тесты уже просто подключаются к базе данных. Окей, мы запустили базу данных. Например, через Docker Compose нам нужно откуда-то взять параметры подключения к ней в тесте нашем. Наиболее удобный на практике вариант – это переменные окружения. Их удобно как локально прописывать, так и переопределять для CI. При этом хорошо бы их сразу дополнить за хардкодженными значениями в умолчании. То бишь, если переменная не задана, мы подставляем дефолтное значение, в котором мы захардкодили пароли, логины и так далее. Например, такие же, как в Docker Compose. Это нам позволит при запуске тестов из CLI, из MIG файла, из ADE, из любого места не указывать параметры подключения и спокойно запускать их. Это на практике очень удобно. И второй момент. Именно код подключения лучше всего сразу на старте тестов изолировать в каком-то одном месте. Это может быть просто функция или целый пакет выделенный. Иначе рано или поздно нам нужно будет модифицировать параметры подключения и придется выковыривать из всех тестов дробь, то бишь, заниматься Shotgun Therapy. Окей, мы запустили базу данных. Мы умеем к ним подключаться. Дальше есть интересный нюанс, что в юнит-тестах мы обычно спокойно готовим данные, прогоняем требуемые действия, проверяем результаты, и все, тест завершился, память очистилась. А вот в интеграционных тестах это уже не так, потому что мы заполняем не структуры в памяти, а базу данных. И после того, как тест проходит, мусор в базе данных по умолчанию никто особо не чистит. Это не столь актуально, если вы через тест-контейнер запускаете тесты для каждого, запускаете контейнеры для каждого теста изолированы, они потом просто тушатся, и проблемы с очисткой нет. А вот если вы запускаете базу данных из кода или она поставлена из пакетов, этот мусор остается, и второй прогон тестов будет падать, естественно, из-за мусора, и нужно будет либо вручную чистить базу, либо что-то придумывать. Например, обработчики отложенной очистки, то бишь мы перед тестом в текленапе объявляем какие-то запросы, это может быть дэлит запросы, это могут быть транкейт запросы, или целые скрипты, которые после прогона теста удаляют мусор из нее. В данном случае мы заполним базу, выполним требуемое действие, проверим ее поведение, и после завершения теста текленап сработает и очистит базу данных. Но здесь есть проблема, что если тест упадет фатально на любом этапе после заполнения базы данных, при следующем прогоне он тоже свалится, потому что в базе данных останется мусор, и никто его уже оттуда не вычистит без ручных манипуляций. Поэтому можно перенести очистку в начало теста. В таком случае мы уже те же скрипты запускаем прямо перед тестом, и они очищают те таблицы, в которые мы в тесте будем обращаться, перед тестом. В таком случае, если тест падает фатально, мусор остается в базе данных, но при следующем проходе тест удаляет данные в начале, и это не влияет на сам тест. При этом, что первый, что второй вариант, они работоспособны, но не сильно удобны в команде, потому что если вы только внедряете интеграционные тесты, всей команде придется начать думать, а что же удалять из базы данных, какой мусор там скапливается, какие запросы писать. Поэтому есть еще другие варианты. Третий вариант – это транзакционная очистка. Здесь мы перед тестом открываем транзакцию, и в тесты уже передаем транзакционное подключение. При этом заполнение базы данных, выполнение проверяемого действия и проверка результатов – это все проходит в транзакции, которая после завершения теста откатывается. При этом мы не думаем вообще, что создано в рамках теста, весь этот мусор просто откатывается рулбэком. Но здесь тоже не без проблем. В таком случае мы не можем из продакшн-кода коммитить наши данные, иначе этот мусор мы, естественно, закоммитим базу данных. Нам нужно этот коммит как-то заворачивать, убирать. Второй момент – этот подход довольно-таки сложно внедрять уже в существующий проект, потому что в Гошке обычно SQLDB, SQLTX, такие типы, они отличаются, и по всему коду нужно будет протаскивать интерфейс какой-то экзекьютора, чтобы эти типы можно было использовать взаимозаменяемо, но и оборачивать именно открытие транзакции в основном кодикой какой-то заглушкой, чтобы у нас не получалось вложенных транзакций. И перейдем еще к четвертому варианту альтернативному. Это очистка копированием базы. В этом случае нам нужен инстанс Postgres, в котором уже инициализировано. Есть две базы. Одна пустая, одна с миграциями. И уже перед тестом мы подключаемся к базе данных пустой. Из шаблона создаем базу данных для тестов. При этом есть стандартный SQL синтаксис в пазгре, в котором мы можем создать базу данных из шаблона, в котором, например, уже наша миграция есть. Подключаемся к этой базе данных и отдаем connection в тест. Тест проходит, и также в текленапе вызывается функция удаления этой базы данных. И даже если она не вызовется, здесь ничего страшного не будет. Если мы достаточно рандомно генерируем ее базу данных, мы в нее при следующем прогоне никогда не попадем, и тесты не будут флаковать именно из-за очистки. При этом команда не будет думать, а что же удалять, какой мусор удалять из базы после прогона. И промежуточные итоги. Очистка копированием базы позволяет полностью изолировать тесты друг от друга, облегчает саму очистку. И она медленнее, чем другие. Она все еще быстрее, чем запуск полноценных контейнеров через TED-контейнер, но она уже медленнее ощутима, чем транзакционная очистка и очистка удалением. Это отложенная. Транзакционная очистка она самая быстрая и, в принципе, довольно удобная, но ее сложно внедрять. Вот, очистка перед тестом или после теста. О них интересно знать, потому что иногда они могут пригодиться в каких-то ситуациях, но они, как сказать, они медленные, они плохо работают с параллельными тестами, они не очень хрупкие, потому что тесты друг другу мешают. Окей. После того, как мы уже написали какие-то тесты, запускаем их. Скорее всего, мы захотим их запускать параллельно, потому что интеграционные тесты, они как минимум сильно медленнее юнитов. И второй момент. Мы можем захотеть косвенно тестировать рейс кондишнен в коде. Раз уж мы довольно-таки сквозно можем тестировать наш код, почему бы параллельно и не запускать рейсы? И здесь могут быть проблемы. Но начнем мы не с проблем, а с того, как это сделать. В гошке, к счастью, все просто. Мы просто в тесте проставляем т-параллел, во всех дочерних т-ранах мы проставляем т-параллел, и все, тесты наши запускаются параллельно, слэш конкурентно. Но не все так просто, потому что, скорее всего, мы довольно-таки быстро найдем датарейсы, рейс кондишнены. Когда набор тестов подрастет, это чаще всего может быть связано с какими-то глобальными переменными, типа метрик, например, которые в обычном коде, инициализируясь себе, спокойно и жили. А когда мы начали их в тестах часто использовать, больше чем один раз, они вызывают такие проблемы. Это тоже дает дополнительные затраты на внедрение интеграционных тестов. И второй момент. Мы можем также найти датарейсы и рейс кондишнены в нашем основном коде, но это уже проблемы, которые нужно починить. И еще методы очистки не все дружат с параллельным запуском тестов. То есть как раз очистка после теста или перед тестом, они с параллельными тестами не дружат вовсе. Их можно подружить с параллельным запуском, только разделив данные, например, тенантно, если вы делите датенанты данных в табличках, либо если у вас в рамках какого-то идентификатора данные расслабляются, например, по юзер-айди во всех остальных таблицах данные делятся. В других случаях с параллельным запуском совместима только транзакционная очистка и, например, очистка копированием базы. Так как они изолируют данные друг от друга, тесты друг другу мешать не будут. И на тему тоже медленного запуска нам, скорее всего, понадобится разделить интеграционные тесты и юниты, чтобы иметь возможность быстро запускать юнит-тесты, когда мы чисто рефакторим бизнес-логику. И отдельно запускать полный прогон с интеграционными тестами, чтобы уже убедиться, что все работает в рамках наших кейсов. Для этого первый вариант — это использовать переменное окружение. В данном случае мы по всем интеграционным тестам выставляем if, что если какая-то переменная, например, задана, то мы эти тесты выполняем. Если она не задана, мы все интеграционные тесты скипываем, у нас получается прогон только юнит-тестов. Второй вариант — это билд-теги. В этом случае нам все интеграционные тесты придется изолировать в отдельный файл, поставить там билд-теги. И при запуске тестов этот билд-тег указывать для того, чтобы запустить полный набор юнит-интеграционных тестов. И если мы его не укажем, прогонятся юнит-тесты. Основная проблема, что линдеры и IDE плохо дружат с такими тестами. Они могут не подсвечивать синтаксис, не править импорты и прочие проблемы привносить. Поэтому об этом методе разделения хорошо знать, но точно его не стоит использовать для отделения интеграционных тестов и юнит-тестов. И третий вариант, это довольно-таки самый простой, это использование встроенного флага short. Здесь уже в гошных фтулах за нас это все сделали. Есть флаг short, который в силуе мы можем спокойно использовать, при этом bash-комплит его будет подсказывать, если мы будем вручную объявлять кейсы. И также в интеграционных тестах мы проставляем условия, по которому скипаем интеграционные тесты, если набор тестов запущен короткий. Если мы просто делаем go-test, то есть мы запускаем все тесты разом. Окей, тесты мы запустили баз данных, подключились к ней, тесты написали. Но в принципе локально все работает, но если это не автоматизировать на CI, то рано или поздно эти тесты, скорее всего, умрут, их перестанут поддерживать. Поэтому это тоже важная часть внедрения тестов. И популярный довольно-таки стэк — это GitLab. Здесь все в принципе просто. Нам нужно только подключить сервис Docker and Docker, если у вас его можно использовать. Потом запустить наше тестовое окружение, например, на Docker Compose. Прогнать тесты и завершить тестовое окружение. Тестовое окружение завершать нужно по большей части не для того, чтобы очистить данные, а для того, чтобы команда выключения и очистки окружения регулярно перепроверялась, чтобы разработчики случайно ее не сломали. И не обнаружили, это отложено когда-то после. Да, и забыл сказать про переменное окружение. Нужно будет перепределить Docker Host, потому что по умолчанию Docker Tool его не видит. И как раз перепределить адрес подключения наших тестов к базе данных через переменное окружение, потому что постгресс поднимется на другом хосту. И также GitHub Actions, тоже популярный CI. Здесь все даже попроще. Мы подключаем гошку, потом запускаем тестовое окружение, прогоняем тесты и очищаем его, так как уже Docker, возможно запускать Docker Container, Docker Compose, все такие инструменты, они встроены в CI. И мы все это сделали, тесты работают. В какой-то момент, когда тестовый набор подрастет, тесты замедлятся, и мы, скорее всего, захотим их ускорить. И первый вариант ускорить – это монтирование данных постгрессов от MPFS, по сути, монтирование их в оперативную память. За счет этого постгресс не пишет данные на диск, не персистит их, и мы ускоряем прогон. Насколько ускоряем, это чуть позже будет. Но в официальной документации Docker, что это написано, что это работает только на Linux, на MacOS это тоже работает, на Windows, возможно, не работает. Я так и не перепроверил. Второй вариант – это отключить F-Sync. То бишь постгресс по умолчанию принудительно проверяет, что все данные на диск записаны, и чтобы отключить это поведение, можно передать параметр на старте постгресса. Это тоже позволит ускорить тесты. При этом, так как нам в тестах не важно, именно целостность данных, мы можем этим пренебречь и выиграть производительности. И есть еще целый набор параметров от проекта InderPostgres. Здесь также отключается F-Sync, проставляется Shared Buffers, то бишь мы увеличиваем размер оперативной памяти, выделяемой под write-ahead-lock перед сбросом его на диск. Отключаем синхронный коммит, то бишь на диск он тоже будет сбрасываться как-то синхронно, а не при закрытии транзакции. Отключаем перезапись на диске целыми страницами из памяти, то и клиентские ошибки, которые выдаются клиенту, поднимаем до warning, по умолчанию, а не notice, и выиграем в производительности тоже на таком конфиге. И немного о цифрах. Как раз есть на GitHub open-source проект с интеграционными тестами. Там где-то 8 или 9 тест-кейсов интеграционных. Их я прогоняю с каунтом 100, чтобы замечать разницу между прогонами. И в стоке это занимает 57 секунд. Если же мы монтируем постгрессовый каталог в TMPFS, мы уже... Прогон занимает 43 секунды. Это уже 24% времени. На 24% мы ускорились. Если использовать чисто F-Sync, мы ускоримся на 31%. С конфигом от Intra Postgres мы выиграем 40%. Если смешаем, TMPFS и F-Sync-off, то получим 42% выигрыша. И если смешаем совсем все, это конфиг от Intra Postgres и TMPFS, мы выиграем 50% времени. И прогон будет занимать 28 секунд. При этом это 800-900 тест-кейсов. В моем случае. Но это ничего не говорит о том, какие будут цифры в вашем проекте. Потому что в этом проекте используется транзакционная очистка, и для нее все эти параметры дают такие цифры. Но если, например, ваш проект будет так, ошибка, нетранзакционная, с копированием базы данных, этот проект. А если, например, в вашем проекте будет транзакционная очистка, скорее всего, на всех этих конфигах вы не выиграете ровным счетом ничего. Поэтому именно оптимизация это сильно проект-специфик вещи. Ну и в том числе, они зависят еще и от машины, на которой вы эти замеры будете проводить. Окей, самое интересное, что, наверное, должно было быть в начале, это зачем же вообще со всем этим мучиться. В первую очередь, это очень полезно, чтобы облегчить рефакторинг нашей кодовой базы. В Гошке очень популярны тесты на моках, которые рано или поздно очень сильно сковывают кодовую базу. При этом вы на одно изменение продакшн-кода начинаете 2, 3, 10 изменений в тестах делать. По сути, при этом они не помогают именно обнаружить проблемы. Вы просто меняете моки. Чтобы с этим бороться сильно меньше, можно использовать интеграционные тесты. Второй момент. Такие тесты более надежные. Они проверяют сценарий насквозь. При этом проверяется больше интеграций, проверяется полностью взаимодействие с базой вместо моков на SQL-драйверы или на репозитории. И обнаруживаются больше проблем именно на этапе разработки, а не потом в продакшене. Обнаруживается, что какое-то поле не сканируется. И третий такой обычный эффект. Вы можете рефакторить базу данных и использовать тот же тестовый набор для проверки функциональности. И общие итоги. В презентации, если вы запускаете интеграционное тестирование, для получения параметров лучше использовать переменные окружения, параметры подключения и с дефолтными захороткожными параметрами. Это очень удобно на практике и хорошо шарится на команду. Для запуска базы данных хорошо подходит Docker Compose. Довольно-таки удобно. И в зависимости от специфика проекта вам может подойти тест-контейнер для запуска более сложной инфраструктуры. И третье, если вы на стеке с Postgres, то довольно-таки удобно на старте очистка копированием базы данных. Ее проще всего внедрять. Ну и, возможно, вы адаптируете этот подход под другие базы данных. Если что, делитесь опытом. Немного литературки на тему доклада. Из этой литературы есть много заимствований. Это принципы юнитестирования хориков. Там есть много в целом о тестах. И в том числе об интерграционных. И о том, что и как тестировать. Есть xunit-butterns. Там есть описание всех методов очистки, наверное, кроме копирования базы данных. И там детальнее расписано, какие есть проблемы у этих методов очистки. Примеры кода не на Goj, на Java, но они тоже там есть. И Grooving Objected-Oriented Software. Там больше, конечно, об тестах, которые обычно пишут тестировщики на стенды, но тоже есть интересные моменты про тестирование с базы данных. И как раз ссылка в QR-коде на проект, пример к этой презентации. Можно пройти по QR-коду и как раз найти этот пример. А пока переходим к вопросам. Привет, спасибо за доклад. У меня есть вопрос по поводу копирования базы данных. Зачем мы его готовим и копируем? Только для того, чтобы не тратить время на прогон миграций? Просто у меня, например, идея такая, что вот у нас есть поднятый контейнер с Postgre, мы в начале тестов просто скажем Drop Database Exist, Create Database, миграции и поехали. Копирование – это примерно то же самое, только в один SQL-запрос для Postgres. То бишь мы подготовили заранее базу данных с миграциями, со всем наполненным, вне теста, вне тестового прогона, а потом чисто ее копируем и удаляем после теста. Это позволяет… Ну, это меньше overhead просто, если сравнивать с вашим примером. Да, но если вдруг какая-то появилась миграция, а мы про нее не вспомнили, то мы как будто будем гонять тесты на немножко уже устаревшей базе данных. Да, это решается CI. CI вам напомнит, что вы что-то пропустили. Это CI. Второй момент, если вы сделаете в make-файле make-тест команду, например, и в ней будете автоматически каждый раз запускать Docker Compose, он тоже будет занимать меньшую overhead, но при этом будет находить миграцию и ее накатывать в базу данных, если вам такая проблема именно актуальна. Василий, спасибо за доклад. Павел, backend-инженер Авито. Такой вопрос. У тебя был слайд, где ты тесты через теги разделял на integration, то есть можно поставить тег integration, это мы запускаем, да, integration тесты. Будут у нас какие-то другие, другим тегом. Вот каким образом запустить все? Обязательно же нужно тег указывать для перечисления? Или можно сказать, вот все, что в этой папке лежит, можно запустить, он все запустит? Я так сходу не помню, но, по-моему, чтобы скомпилировать именно все тесты, придется все билд-теги указывать. Но я такой подход, честно, не люблю и давно с него уехал. Я использую short и в очень крайнем случае, когда нужно именно много наборов yenвы, поэтому не подскажу именно такую специфику. Тогда пройдемте по поводу short подробнее. Спасибо. Спасибо. Так, еще один вопрос. А у тебя большие файлы, которые под контейнером постгре в Эльюме лежат, большой объем при тестах? Ну, просто дисковый. Не смотрел даже. Вот. Если temp.fs в память смаппить, и если тестов много, ну, в принципе, можно снять инстанс и весь диск туда в память. Представь, сколько это увеличит. Да-да, это интересный вопрос. Я прям делал. Вот. А второй вопрос. Вот ты говоришь, моки, там с ними плохо. Есть такие некие эмуляции. Ну, я уже не помню, контейнеры постгре, которые эмулируют постгре, но ты там как бы моков делаешь. И тоже все. Вот. Чисто мне вот такая таблица нужна и там типа из JSON файлов. А по протоколу постгре все совместимо. Ну, я такое не пробовал. Не пробовал, да? Окей. Тогда здравствуйте. Спасибо за доклад. Меня зовут Арсений. Вопрос, собственно, по поводу копирования базы данных. Есть еще вариант использовать файловые системы по типу btrfs, то есть сделать снапшот условно вот этого вот раздела, то есть варп с gsql.data и потом его просто, ну, типа, разворачивать заново. Ну, тупо как бы не копировать базу данных, а делать снапшот и файловые. Пробовал ли такой вариант? Нет, не пробовал. Звучит сложно. Особенно при шаринге на команду это сложно будет, кажется. Но не пробовал такой вариант. И по поводу замеров по тестам, там были вот ближе к концу, там 40 секунд, ну, там, где с процентами. Это было на каком-то, ну, дефолтном раннере, типа гитлабовском, гитхабовском или просто на локальной машине? Нет, это мой компьютер. Все, все, все понятно. Спасибо. Василий, спасибо за доклад. У меня вопрос про параллельный запуск тестов и копирование базы. Я же правильно понимаю, что у нас на каждый поток, на каждый параллельный запуск будет, типа, своя копия базы? Да, будет один инстанс по сгорелу и внутри копия будет. А если мы запускаем, ну, не знаю, там, не знаю, сколько потоков в реальности запускается, ну, 10, 20, там, насколько все жестоко по памяти, по объемам, чтобы оно все влезло и запустилось, не знаю. Ну, как сказать, на моей рабочей машине, там, допустим, 10 с лишним ядер, 32 оперативки, но, допустим, у докера максимум 4 гига, и мы максимум 10 тестов параллельно запускаем. Это никогда не падало у меня по памяти, по недостатку ресурсов. Оно, в принципе, на моих сценариях это проходит. Если у вас сценарии, в которых там гигабайты данных для теста загружаются, возможно, это плохие отходы будут. Хорошо, спасибо. Тогда еще один вопрос. Хороший сейчас вопрос был, я еще немного о другом подумал. Если тестов станет не 10, а 20, а 30, как-то контролится их, распараллеливание? Потому что, понятное дело, типа, не получится обрабатывать все там условно 30 потоков одновременно, будет очень большая гонка за процессорное время. Этим всем занимается Гошка, как он делает, так и делает. Я это ничего не тюню. Со стороны постгресса, не знаю, я поднимаю коннектов до 100, до 1000, и, в принципе, меня не беспокоит, как это внутри происходит, и каких-то именно сложных проблем я тоже не встречал при тестировании именно фич. Там, так или иначе, запросы на постгрессе проповедуют, скорее всего, когда Гошка отправляет, поэтому, если она контролит, то, окей, понятно, спасибо. Вопросов больше нет. Давайте еще раз поблагодарим докладчика. Спасибо. 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 Спасибо.